Добрый вечер. Перед нашей сегодняшней беседой я хотел бы необычное пожелание такое сделать, чтобы те законы, которые мы с вами будем сегодня учить, они нам стали как можно быстрее неактуальны. Что я имею ввиду? Тема нашей беседы это законы траура по храму, про разрушенным святыням еврейского народа. Это период в основном весь год. Есть какие-то законы, которые касаются всего года. Особенный период есть с 17-го Томуза по 10-е Ава. Написано, что когда придет царь из колена Давида сплотить всех евреев в святой земле, будет построен третий храм, полное избавление, то эти дни превратятся в праздники, очень веселые дни. И поэтому я пожелаю нам, чтобы эти законы уже в этом году были нам неактуальны, чтобы эти дни превратились в веселые праздники и торжества. Еврейский храм – это, пожалуй, одна из самых важных, или самая важная тема в иудаизме. Там, где еврей мог видеть чуть ли не воочию Всевышнего, приближаться к нему. Место, где происходило искупление наших грехов в Йом-Кипу. И в течение всего года сколокоины приносили жертвоприношения, которые искупали наши грехи. Чтобы представить себе потерю, надо прочитать очень много книг, думать об этом, заниматься этим вопросом очень серьезно. И, может быть, мы немножко начнем приближаться к тому пониманию, что мы потеряли. Вильнинский Гоотн, Агро, в одном из мест он говорит, что если представить себе, что во время храма продолжение еврейского народа было как живой человек, предположим, подобие наподобляет это живому человеку, то после разрушения храма это была смерть. Труп, который после храма постепенно, с течением времени, я извиняюсь, разлагался, и он это соответствует с разными эпохами истории. В какой-то момент это уже не труп, это уже останки, потом это скелет, потом это разрозненные кости. Сегодня, говорит Гоон, в то время, когда он жил, говорится, более 250 лет назад, он говорит, что сегодня мы даже не кости, а только отдаленный может быть прах тех костей, которыми когда-то было тело. Это разница между нашим временем и тем, что было с нами во время храма. Вещи непростые, вещи очень важные. Один из вопросов, первый вопрос, который спрашивает человека, когда он после 120 попадает в мир, истинный мир, в мир иной, и он спрашивает, цепит Алиешуа, ждал ли ты избавления? И объясняют наши мудрецы, Хофицхай, в частности, он говорит, что это не просто надеяться, что когда-то придет нам избавитель, когда-то будет третий храм, а каждый день об этом думать, каждый день это ждать, как ждут самых дорогих гостей, которые должны вот-вот приехать, которые договорились, встреча была на час, и сейчас уже час тридцать, и все, и все, и все нет, все выходим, смотрим, когда это наступит. Перед тем, как начать законы, изучать законы, хочется немножечко в один вопрос, немножко вдаться, это нам тоже, может быть, немножко поможет правильно, выработать правильное отношение к изучению этих законов, в частности. Вообще, вопрос такой принципиальный, глобальный, написано в Таре, когда она приводит все те проклятия, которые постигнут евреев, еврейский народ, как если они не будут соблюдать законы Тары, страшные, страшные наказания, которые, свидетелями, которые были наши праотцы во время разрушения храмов, более позднее время, во время изгнаний из разных стран Европы, во время войн, в частности, в последние катастрофы, которые наше поколение, поколение до нас, были свидетелями. Страшные вещи, которые исполнились. За что не пришли, написано, за то, что мы не соблюдали Тары, законы Тары, бессимха, витовлев, с радостью, с весельем, с полным осознанием своего счастья, что у нас есть возможность это делать. То есть, радость в исполнении заповедей, это важный момент, самый важный момент, основной момент в исполнении заповедей, делать это совсем с полным желанием, с радостью, с весельем. В то же время сейчас говорим о событиях, которые совершенно не вызывают веселья, наоборот, это трагические события, ужасные события, которые мы Мы оплакиваем до сегодняшнего дня и те законы, которые в принципе, это законы траура и грусти. Как это сочетается с двоих этих моментов? Так получилось, что я никогда не был связан с хаситизмом. Но пытался выделить время, чтобы немножечко познакомиться с тем наследием, которое оно еврейскому народу дало и дает. В частности, тот великий кладезь мудрости, чистоты, который есть в наследии Хаббада. В одном из мест объясняется разница между двумя понятиями. Мерерут и отцвут. В чем разница? Мерерут приводится как горечь. Отцвут приводится как грусть. Горечь – это позитивное качество. Отцвут, грусть – это негативное качество. Оба они противоположны веселью. И что это значит, и какая между ними разница. Человек нарушил, например, какое-то... Сделал нарушение. Сделал вещь неправильную, которая явно, что это плохо. Предал кого-то, украл что-то. Нарушил законы Тора, если мы говорим о религии. Можно этому радоваться, надо веселиться. Нет, конечно, надо страдать. Какого должно быть это страдание? Мерерут – это значит, что я не горько. То, что я сделал, но я думаю, как это исправить. Можно ли это исправить? Как так сделать, чтобы в следующий раз это не получилось? Отцвут – это то, что сегодня называется депрессия. Отчаяние, полное отчаяние. Сделал, что теперь будет нечего делать. Кто я такой и так далее. Одно, то, что приводит человеку, он упал к тому, чтобы он поднялся, если можно исправить, исправить ли, если нет, то идти дальше, попытаться в следующий раз этого не допустить. Это называется грусть позитивная. Когда человек это ввергает в депрессию, в отчаяние, он не надеется ни на что, это называется грусть негативная. Говоря о событиях разрушения храма, мы должны к этому отнестись, как понятно, с точки зрения Мерерута. Нам горько, но мы думаем, как можно приблизить его строительство, как можно исправить те вещи, из-за которых был разрушен храм. И одно из самых вещей, из-за которых был разрушен храм, это беспричинная ненависть, как написано в Талмуле. Какая возможность исправить это, приблизить строительство храма. Все наши поступки важны. Но первым, который необходимо исправить, видимо, это тот, который прослужил причиной разрушения храма. То есть, любить друг друга, относиться друг к другу хорошо, беспричинная любовь. Итак, мы начинаем законы, которые касаются трауру по храму. Весь год, есть такие, сейчас сегодня это может быть считанные единицы людей, этот закон приводится в своде закона Шелхана Рухи. Были такие люди, может быть, сейчас есть немножко, которые днем, в полдень и в полночь, или только в полночь, садятся на пол, снимают обувь, как обычай, людей, скорбящих по своим близким родственникам, плачут по разрушению храма и читают специальные молитвы, плачи, в которых говорится о разрушении храма. В течение всего года, кроме определенного периода. Это не очень нам практически надо, поэтому мы не будем застрять на этом внимание, когда и как. Все мы знаем, что есть сегодня в нашей практике вещи, которые мы соблюдаем в память о храме в течение всего года. Например, жених разбивает стакан под хупой в память о разрушенном храме. Перед тем, как он идет под хупу, ему сыпят на лоб немножко пепла в память о храме, о сожженных святынях. Есть такие законы, которые нам сегодня не актуальны. Во времена прошедшие, когда было ясно, сколько было принято, сколько должна невеста одевать украшений, определенное было количество украшений, когда она должна была одеть под хупу, после разрушения храма она одевалась меньше. Одно оставалось в шкатулке дома в память о храме, чтобы было не все так полно. Блюда. Когда-то были правила этикета, на стол должно накрываться определенное количество блюд для еды. Какое-то из блюд оставалось на кухне или не готовилось вообще из всех, в память о храме это бросалось в глаза. Сегодня у нас ни невесты, ни кухарки не следует этим точным канонам, поэтому эти законы немножко нам наверное не актуальны. Это известное всем пятно на стене, то есть квадрат локоть на локоть, который остается незамазанным, напротив незабеленным, напротив входа в дом, чтобы человек, который заходит сразу увидел, что не все полно в этом мире, чего-то нам очень не хватает. Есть конкретное время, конкретный период, когда особо мы должны ощутить это время, когда эти события происходили. Интенсивное нападение на Иерусалим, на храм оно началось 17-го тамуза, мы в этот день постимся, и 9-го, 10-го числа горят еврейские святыни. Первый храм, второй храм. В течение многих лет после этого, до сегодняшнего дня, мы видим, что это период очень непростой, очень тяжелый для еврейского народа. Изгнание из Испании, Франции, Англии, других государств, гонения на евреев, погромы, погромы происходили в течение многих лет, в течение всего года, но в этот период это были основные страшные события. Первая мировая война, Вторая мировая война, самые тяжелые дни попадали вот в этот период как раз. Самые тяжелые события. 17-го Томуза мы постимся и по исходу поста входят в силу те законы, с которых мы начнем. С новомесячья Ав, с первого числа Ава, месяца Ава, который следует за Томузом, прибавляется еще дополнительные законные обычаи, постановления, которые усиливают чувство скорби, траура. Та неделя, на которой приходится Девятая Ава, она еще более строгая. Кульминация скорби нашей, траура по храму, это Девятая Ава. Десятая Ава, это продолжение немножко траура. и по большому счету по большому счету законы траура заканчиваются во второй половине десятого Ава, хотя есть разные мнения, когда этот период тяжелый, опасный для евреев проходит до конца. Есть такие, которые говорят, что после первой субботы, который называется Шаббат на Хаму, есть такие, которые говорят, после пятнадцатого Ава, Туби Ав, есть такие, говорят, что до конца месяца Ав желательно остерегаться и не попадать в места особо, где может быть опасность какая-то. И с этого мы начнем, с этого закона, с этого момента, что период семнадцатого Томузо и возьмем так до десятого Ава, период он очень неблагоприятный для евреев, в каком отношении это нас должно касаться, на что надо обратить внимание. Первое, это, я говорю сейчас такие вещи, которые в основном не являются советами, это что пишут раввины в разных книгах на основании каких-то передачи, каждый человек, который считает, что ему где-то надо в каких-то местах поступить идентично тому, что говорим, это будет очень правильно, имеет смысл. Я говорю, какие-то основные вещи, которые есть в книгах наших, и каждый человек, исходя из этого, может продолжить самостоятельно уже решить или посоветовать с раввином, со знающими людьми, имеет ли смысл какие-то вещи ограничивать подобно этим. Итак, что говорят нам книги? Если есть какая-то опасность в том месте, куда мы собираемся, идти, лучше туда не идти, если нет большой необходимости бассейны, походы, такие-таки сомнительные места, где может произойти что-то неприятное. Если весь год мы решаем, что это разрешено делать, в это время, по крайней мере, стараться туда не попадать. Желательно не выходить в безлюдные места, начиная во времена Талмуда, во времена Мишни, Талмуда, время делилось на временные части, то есть все светлое время дня, оно было разделено на 4, на 12 равных частей, это были временные часы. С 4 по 9 временной час написано, что нехорошо выходить в безлюдные места. По нашим часам это получается примерно с пол 11 утра и до пол 5 вечера. всяческие медицинские вмешательства, операции и так далее, которые возможно перенести на более позднее время, после 9, желательно перенести. Если нет такой возможности, то необходимы эти вмешательства медицинские, то нужно их делать. Но если есть возможность без всяких урона для здоровья перенести их после 9 авгу, говорят, что это будет намного удачнее и лучше не подвергать свою жизнь опасности и не входить в сомнительные авантюры. Есть такое мнение, что это время неудачное для поиска квартиры на покупку, на съем. Источники это не очень понятные тому, поэтому можно облегчить и разрешить до нового месяца авгу. 1 числа авгу, когда это будет следующий период, когда прибавляется дополнительное ограничение. Далее, что касается свадьбы, члены ашкенадских общин с 17 Томуза не устраивают свадьбы. Сфарадим в основном, есть разные течения у Сфарадим, в основном Сфарадим после 17 Томуза продолжает жениться, и запрещают свадьбы с новомесячья авгу. Теперь, если бы пригласили Ашкеназа на свадьбу его друзья или родственники Сфарды пригласили его на свадьбу, ему можно на этой свадьбе разрешено участвовать и веселиться. Знакомься с целью браков, то, что называется шедухим, обручение, которое происходит за какое-то время до свадьбы, ирусин, они разрешены в этот период, и мы дальше посмотрим, что праздничные трапезы разрешено устраивать, которые связаны с заповедями, и заповедь, например, трапеза, которая посвящена шедуху удачному, или ирусин, разрешено такую трапезу провести. музыка. Семнадцатого тамуза принято не слушать музыку. Что такого музыка? Это не обязательно живые концерты, это может быть и кассета, диск, радио, любое музыкальное произведение, которое исполняется инструментами музыкальными, оно запрещено его слушать, пение без использования музыкальных инструментов, оно по большому счету разрешено, разрешено его слушать, петь желательно этого не делать, только в том случае, если пение приводит к поднятию духа, к единению с Творцом, это разрешено. Детям можно не запрещать петь, преподаватели уроков музыки могут продолжать в целях заработка продолжать обучать музыке учеников, самим учеников, если от этого они много не потеряют, желательно не упражняться дома, приходить на уроки и дома не упражняться, если они от этого много не потеряют. музыканту Ашкеназу в этот период, когда Ашкеназим уже не устраивают свадьбы, а с Фарадим устраивают свадьбы и с музыкой до нового месяца, разрешено музыканту Ашкеназу участвовать, играть на таких свадьбах в целях заработка. Праздничные трапезы, посвященные бармицве, брит, обрезания, выкуп первенца, как я выше говорил, и русин. Или, например, была свадьба до 17-го тому за Шева Брахова от 7 дней праздничных, когда устраивают праздничные трапезы для жениха с невестой, продолжаются чуть позже разрешено делать это после 17-го тому за естественно без музыкального сопровождения. Благословение одно из радостных проголосовений Благословенный Всевышний, который дал жить нам до этих дней, которые говорятся на новый плод нового сезона, на особо на одежду, которая нас особо радует, на какие-то вещи при покупке. С 17-го тому за принято не благословять. Теперь, если человек взял плод, который он не найдет после 9-го ава, не закончится, он не сможет его найти, разрешено благословить на него Шейхиану. Написано, что в принципе в новомесяче ав, в субботу месяца ав, разрешено говорить благословение Шейхиану, хотя в скобках можно заметить, что Аризаль, он говорил, что желательно от этого воздержаться. Если человек забыл, что запрещено сейчас Горячихиану, у него есть новый плод, который у него потом будет, тоже он может его потом съесть, но он забыл, что запрещено Горячихиану, сказал благословение на него, собирается съесть, и вспомнил, что он его с одной стороны ест первый раз, с другой стороны Шейхиану не говорится. В такой ситуации разрешено сказать Шихьян. Благословения другие, которые тоже говорятся по особо радостным событиям Агумель и Атова Митиев разрешено говорить с 17-го Томуза и до и до 9-го. Строительство, ремонт 17-го Томуза принято не белить, не красить, не строить, если в этом особой необходимости нет. Посадки, которые ведут к радости, тоже желательно не делать. Уже с 17-го Томуза с 1-го Ава мы уже посмотрим, что в этом есть запрет. Это говорится про все годы. Год Шмиты это запрещено по законам Шмиты без связи с любые посадки, без связи с законами Траура. Стрижка, бритье. С 17-го Томуза и Ашкеназим не стригутся и не бреются. Большинство сифарских общин придерживаются обычая, что они до той недели, когда попадает на нее с 9-я Ава, они до стригутся и бреются. Но есть такие сфаратимы, которые поступают так же, как и Ашкеназим, 17-го Томуза тоже не стригутся и не бреются. этот запрет распространяется на все места, где растут волосы, включая себя и мужчин, и женщин. Запрещено профессионально укладывать парик, укорачивать его и так далее. Просто причесать как волосы, так и парик разрешено. Если усы и борода препятствуют нормальному поведению, мешают кушать и так далее, разрешено их немножко укоротить. А также для медицинских целей иногда бывает, что необходимо выстричь, выбрать какое-то место. Это разрешено сделать. Если так получилось, что до того, как наступил этот период, человек находился в трауре по своим близким родственникам и не брился и не слился уже долгое время. И сейчас он слишком заросший и как раз попадает у него, не получилось постричься, постричься. Начался период этих трех траурных недель. Разрешено побриться, постричься. Поговорим немножко об исключениях в этих правилах. Родители ребенка, которому должны делать обрезание в один из дней 17-го Томуза до недели, на которую попадает 9-я Ава в честь этого торжества разрешено постричься и побриться. Это делается с вечером разрешено это делать с вечера того дня, когда должно быть обрезание. Либо вечером, либо утром до обрезания. Это разрешение распространяется и на Сандыка, тот, кто держит ребенка, и на Мойля, который осуществляет обрезание. Если обрезание попадает на ту неделю, на которую приходится 9-я Ава, то стричься и бриться нельзя даже людям, которые напрямую связаны с обрезанием, родители, Сандык, Мойля и так далее. Как быть в те годы, когда 9-я Ава попадает на субботу и она переносится на следующую неделю? Как считается та неделя, которая была до субботы? Это неделя, на которую попадает 9-я Ава или нет? Принято устрожать и уже в эту неделю не стричься и не бриться. В случае, когда у юноши исполняется 13 лет и в день рождения попадает на период 17-го Томуза. И до той недели, на которую попадает 9-я Ава, по некоторым мнениям, разрешено стричься, другие раввины это запрещают, но если его бармитство 13-летия попадает на неделю, в которую приходится 9-я Ава, по всем мнениям, стричка и бритье запрещены. Что касается детей, то по некоторым мнениям, детей запрещено стричь так же, как и взрослых. Другие считают, что до 6-ти лет можно продолжать стричь детей, как обычно, кроме той недели, на которую приходится 9-я Ава. Есть еврейские обычаи, первые 3 года они стригут ребенка, а потом его стригут, когда ему исполняется 3 года. очень, видимо, важно это сделать в тот день, когда именно у него день рождения, поэтому, если день рождения приходится на период 17-го Томуза до той недели, когда приходится 9-я Ава, разрешено сделать эту первую стрижку. Покупки. Принято 17-го Томуза уже не делать такие вещи, которые вызывают особую радость. Если это говорится о предметах обихода, об одежде, которые не благословляют обычную шейхиану, даже до этого времени, обычные рядовые покупки, типа, что касается одежды, это рубашка, носки, чулки, нижнее белье и так далее, разрешено приобретать, можно одевать до начала месяца Ава новокупленные вещи. Теперь все, что мы сейчас говорили, все эти законы, они вступают в силу с 17-го, с начала 17-го Томуза, то есть, когда в ночь 16-го на 17-го Томуза, когда входит пост 17-го Томуза, с этого момента начинаются все эти законы. Сам 17-й Томуза это пост со всеми его законами, и начиная с него, эти законы вступают в силу. С первого числа Ава есть у нас дополнительные законы, которые нам немножечко нашу радость еще более уменьшают. написано Мишених Нас Ав Мема Тимб Симха с того момента как начинается вступает вступает начинается месяц Ав уменьшают радости еще больше. Разберем эти законы. Первое. Законы, касающиеся вина, виноградного сока. Мы сейчас говорим, потом поговорим о мясе. первые эти два пункта они будут у нас говорить в основном про те трапезы, застолья, которые не касаются праздниц во имя заповедей, во имя митцвы. Потом дальше посмотрим, что во время праздничных трапез, посвященных заповедям, исполнению заповедей разрешено и вино и мясо. Итак, поговорим сначала про бутни. С первого по 10 авгу запрещено пить виноградный сок, вино. Теперь, те напитки, которые вином не называются, хотя они сделаны из винограда, их не принято называть вином. Они спиртные, могут быть важные напитки такие, очень серьезные, но вином они не называются, они разрешены. Сок вино, который сильно разбавленный, даже очень сильно разбавленный, но в них еще чувствуется вкус вина и сока, запрещены. Если вкус сока и вина полностью ушел, его не чувствуется, это разрешено. По некоторым мнениям, разрешено добавлять немножко вина в те блюда, как это предписано по рецепту, для того, чтобы улучшить вкус, но только в том случае, сам вкус вина или того напитка, который добавляется, он будет не чувствоваться. Данный запрет не распространяется на роженицу в течение 30 дней после родов и на детей в возрасте до 6 лет, если это им необходимо, они могут пить сок, вино. По некоторым мнениям детей до 9 лет этот запрет не касается. Мясо. Мясо, мясные продукты. С 1 по 10 авгу не едят мясо, мясные продукты, мясные блюда. Этот запрет не распространяется на соевые продукты, хотя они может быть имеют вкус мяса и выглядят как мясо. Это разрешено. Это мясо, поскольку они являются мясом, на них запрет не распространяется. Можно пользоваться мясной посудой, варить в мясных кастрюлях, сковородках и так далее. По некоторым мнениям разрешено использовать мясо для улучшения жира, мяса и так далее, для улучшения вкуса блюда какого-то, в том случае, если вкус мяса не будет чувствоваться есть мнение, по которым детям до возраста бар или батмитса, девочке до 12 лет, мальчику до 13, нет запрета есть мясо. До той недели, на которую выпадает 9 авгу с этой недели, запрет касается и их больной, даже если он не опасный больной, даже не тяжело больной, ему нужно есть мясо, он может есть мясо. Однако, кормящая женщина, которая, она даже думает, что она для пользы ребенка, это было бы хорошо, чтобы она поила мясо, разрешение есть мясо на него не распространяется. Хозяин мясного магазина, владелец ресторана или тот, кто там работает, они не обязаны закрывать магазин, ресторан, столовую и так далее, поскольку есть люди, которым это разрешено есть, кушать мясо, покупать, причем при продаже мяса, они не должны выяснять, с какой целью оно приобретается. Когда готовят мясные блюда на те трапезы, когда их можно есть, в тех случаях, когда они разрешены, разрешено их попробовать, для того, чтобы знать, хватает ли там специи, нормально они готовятся, как это обычно принято делать. Есть такой обычай перед наступлением субботы попробовать из всех явств, которые готовятся для субботних трапез, здесь в этом по кабале какой-то определенный момент положительный. Те люди, которые следуют этому обычаю, разрешено это сделать, но сделать это надо как можно ближе к субботе. До сих пор мы говорили об ограничениях в питье вина и соками виноградного и поедания мяса мясных продуктов в будничных трапезах. Что касается трапез, которые посвящены выполнению заповедей, то есть брит, обрезание, бар-митцва, завершение бар-митцва это исполнение 13 лет мальчику, завершение трактата, причем завершение трактата оно не обязательно это один из частей Талмуда Вавилонского, это может быть часть Иерусалимского Талмуда, может быть одна из книг Зора, если человек понимает, что он читал, это может быть какое-то завершение одного из шести разделов Мишны, какая-нибудь книга Танаха, письменной Торрис, с комментатором, можно делать завершение завершение трактата. Теперь здесь есть какие-то ограничения, о которых мы поговорим. Те люди, которые делают трапезу, маловей, молка, прощание с царицей по исходу субботы, каждый раз они делают это с мясом, то, по многим мнениям, можно и в эти в эти дни 17-го Тануза и до недели, на которой приходится 9-го сделать эту трапезу с мясом. Мясо и вино, которые подают на трапезе, подать на трапезу, которая посвящена исполнению совершеннолетия, мальчику, 13-летию, бармитвы. Разрешено только в том случае, если трапеза устраивается именно в этот день, когда ему исполнилось 13 лет. Если это передвинули на другую дату, то разрешения нет такого. Теперь, то, что касается завершения трактата, это имеется в виду, что само собой получилось, на эти дни выпало завершение трактата, книги и так не специально подгадывать под эти дни, чтобы была возможность есть мясо. Теперь, общее правило, что есть мясо и пить вино на трапезах, посвященных выполнению заповеди, распространяется только на тех людей, которые причастны каким-то образом к этой трапезе, к этой заповеди, в честь которой она устраивается. Те друзья, которые обычно бы пришли на эту трапезу, теперь, тот друг, знакомый, родственник, который должен был в принципе быть на этой трапезе, но у него не получилось на нее прийти, запрещено ему прислать на дом мясо и вино. И в том случае, когда такая трапеза праздничная устраивается в ту неделю, когда пришлось 9 авгу, мясо мясо и вино могут есть, пить только те, которые не причастны к этой заповеди непосредственно, например, если это говорится об обрезании, это родители ребенка, Санды, Кмойль, тот, кто держит ребенка, который делал обрезание, и плюс еще 10 приглашенных гостей, остальные участвуют в трапезе и не едят мясо, не пьют вино. Несмотря на то, что питье вина запрещается в эти дни только когда это касается каких-то будничных питья, для вещей, которые связаны с трапезом, с заповедем, с заповедем разрешено пить вино, тем не менее, при того, шкинозим, авдалу, во время авдалы и во время обрезания, когда поднимают стакан с вином, на который говорят благословение для ребенка или разделение святого от будничного время, авдалы, отдать ребенку, который уже понимает, кому мы благословляем, с другой стороны, еще не до конца осознательно, для того, чтобы понять, что мы страдаем и горюем о разрушении храма. Это примерно в возрасте с 6 до 9 лет примерно. Если такого ребенка нет, то можно дать ребенку до бармицвы. Если такого ребенка нет, мальчика, то можно выпить самому. У обдалу и во время обрезания стакан пьют сами. Ошкидазим принято в эти дни, начиная с новомесяча ав, не устраивать зиму, то есть когда ело трое или больше взрослых людей, не говорить зиму, не пить вино во время, благодарственные заповеди после еды. У сварадим такого обучая нет, они доделают зимун, благословляют на вино и выпивают. Поскольку это заповедь, заповедь зиму. Пение во время праздничных трапез, во время трапез, которые посвящены выполнению той иной заповеди, поют, стараются петь только те песни, которые принято петь в данном случае, не прибавляя к ним дополнительных, естественно, без участия музыкантных инструментов. Посадка деревьев и цветов еще раз в седьмой год, это неактуально, потому что и так ничего не сажают. В другие годы, когда это не седьмой год, запрещено начиная с нового месяца ав и до десятая ав запрещена посадка декоративных деревьев, цветов, всяких других насаждений, если это делается только для наслаждения и для развлечения. Если человек работает садовником и он это делает в качестве заработка, это разрешено. А также разрешено поддерживать то, что уже посадили, поливать, обрабатывать и то, что уже есть. Покупка, съем и ремонт жилья. В эти девять дней запрещено строить, расширять комнаты, красить, белить, клеить обои, снимать, покупать квартиру, если в этом нет особой необходимости. Если вдруг могут подняться, вдруг сцены подскочить за этот период, если не купить сейчас, будет потом дорого. или будет какая-то другая денежная потеря, не будет такой возможности, не представится такая возможность, каждый раз это надо решать по тому событию, какой произойдет, иногда хорошо это посоветоваться с раввином, возможно, что это будет разрешено, иногда бывают такие поломки, которые срочно необходимо исправить, либо усугубится, либо без этого можно спокойно нормально жить, и в таком случае, в конкретном вопросе надо спросить уровень, возможно, что это будет разрешено. Разрешено, например, переехать квартиру, которую снимали до сих пор, в свою собственную. Теперь, что касается выбора квартиры, ходить выбирать квартиры для покупки, для съема, если собираются приобрести ее или снять после 9-го, это разрешено. Разрешено проектировать строения, даже такие строения, которые предназначены исключительно для радостных, увеслесительных целей, событий, это разрешено. Строительство синагог разрешено, по некоторым мнениям, разрешено даже в эти дни красить и белить. покупки. Начиная с 1-го авра, необходимо сократить вообще, в общем, всю производственную деятельность. То есть, если человек, у него есть такая возможность, он не работает по определенному плану, и так далее, это зависит от него, он может решать сам, желательно эти 9 дней больше отдаться мыслям о храме, и немножечко уменьшить материально, работать только сколько необходимо для прожиточного минимума, не все, вот такое получается, те, которые работают на предприятиях и связаны с другими людьми, это не всегда получается. в эти дни не покупают вещей, которые связаны с радостью и с весельем вообще по закону. То есть, что это может быть? Обручальные кольца, особо радость, золотые и серебряные украшения, роскошная мебель, есть такие предметы, которые могут считаться с одной стороны роскошью, с другой стороны в них есть необходимость в быту тоже, например, кондиционер, автомобиль и так далее, такие вещи разрешено покупать. Если вдруг сейчас есть возможность приобрести тот или иной предмет и потом либо пройдет, пройдут скидки, либо не будет возможности его приобрести, либо человек сейчас находится в таком месте, где они продаются, а потом он сюда не попадет, разрешено в таком случае приобретать такие предметы, но желательно так это организовать, чтобы доставка их произошла после 9-го ава. Если вдруг такой возможности нет, либо договорились, но доставка их осуществлена была 9-го ава, можно их принять, пользование нежелательно начать после 9-го ава. Теперь, если человек собирается в эти дни купить что-то, потому что сейчас у него есть времени больше, чем будет потом, это не является причиной разрешения, и это не называется, что это потом не будет такой возможности. Те товары, которые запрещено покупать, их разрешено заказывать в эти дни, с тем, чтобы они были готовы после 9-го ава, и их привезли после 9-го ава. И даже несмотря на то, что евреи будут заниматься производством этих товаров, тем не менее, это разрешено. Простые предметы обихода разрешены, разрешено покупать. запрет покупки предметов разных не распространяется на покупку вещей, связанных с исполнением заповедей, например, талит, цицит. Если талит порвался, можно повесить цицит новый и одевать новый талит в эти дни. Можно купить книги, тфилин. Разрешено покупать подарки для того, чтобы подарить на обрезание в честь обрезания на бармитсву. Покупка, ремонт, пошив одежды. Покупка новой одежды или пошив новой одежды, даже старая одежда, но ее переделать на новую, чтобы она получила новый вид, запрещено. Мелкие исправления, мелкий ремонт разрешен, поставить заплату, что-то застрочить, зашить прореху, решить пуговицу, разрешено. Разрешено приобрести отрез материалы с тем, чтобы после девятого ава шить из него одежду. В ашкинастских общинах, начиная с новосмесячья ав Осфордим, начиная с той недели, на которой приходится девятая ава, запрещено одевать новую и свежевыстиранную одежду. Запрет этот включает в себя не только одежду как таковую, но и полотенца, скатерти, постельное белье. Запрет этот не распространяется в субботу. В субботу можно надевать новую или свежевыстиранную одежду, застелить чистое белье, взять новые полотенца, чистую скатерть. Иглашка запрещена даже если это делается в честь субботы. Поэтому те люди, которые будут одевать одежду в субботу или у них планируется торжественное событие, как я сейчас скажу, на которые тоже разрешено в определенных случаях одевать свежевыстиранную или новую одежду, надо ее погладить, приготовить заранее, чтобы она была выглажена до нового месяца. Такие празднества, как обрезание бармицвовы первенца, все гости, которые в течение других дней года пришли бы на эти события, на эти торжества и одели бы субботнюю одежду, чистую одежду, им разрешено одевать чистую одежду, свежевыстиранную или новую. если так получается, что суббота перед свадьбой Уфруф приходится на субботу Авскую, то до 9 Ава разрешено в синагоге бросать сладости, конфеты, как это принято. Если девушка или юноша встречается с целями свадьбы в этот период, начиная с 1 Ава и до 9 Ава, запрещено им одевать праздничную субботнюю одежду, это не является причиной разрешения. Поскольку невозможно проходить такое время с 9 дней в одной и той неделю в субботу разрешено менять. Невозможно неделю проходить летом в Израиле или в других жарких местах в одной и той же одежде, поэтому желательно подготовить себе одежду до наступления нового месяца, чтобы она была с одной стороны не считалась свежевыстиленной, с другой стороны, чтобы она была чистой. Как это делается? Если одеть на себя одежду в течение полчаса хотя бы, она уже считается, что она уже не свежевыстирана, ее потом будет разрешено в эти 9 дней одевать. Если человек забыл приготовить себе одежду, он может это сделать в субботу. В субботу разрешено одевать чистую одежду, он может вечером в кануне субботы одеть свежую чистую одежду. Утром, когда он встает, одеть следующую смену одежды. После дневного сна третью, так у него будет на следующую неделю, три смены одежды, которые могут быть хватит. Поскольку он это делает как бы невзначай после сна и так далее, когда обычно человек раздевается, одевается, это не выглядит как подготовка субботы на будни. Если человек и в субботу не получился по какой-то причине подготовить одежду, забыл, так далее, может он это сделать, ему та одежда, в которой находится, она грязная, невозможно ходить, разрешено одеть по букве закона чистую одежду, поскольку это необходимо. Желательно и в этом случае немножко подпачкать. Как это делается? Положить немножко на полую. Нижнюю одежду, белье, носки и так далее по букве закона разрешено менять в любой частности, с любой чистотой. Ну что, если есть возможность подготовить ее тоже заранее, полчаса поносить и убрать несколько комплект, это было бы замечательно. Например, человек, который находится в гостях, приезжает в гостиницу, например, и он там не может пользоваться постельным бельем, полотенцами, которые уже пользовались. Ему разрешено воспользоваться новыми, чтобы ему заправили чистую постель, выдали новый комплект полотенца. заправили, если такая возможность поговорить с теми, кто там в гостинице это решают или кто его принимает в гости, чтобы до завершения девятого ему не меняли постельное белье и полотенце. Либо, если такая возможность немножко их запачкать, положить на пол опять же. И те, которые ему разрешено пользоваться, желательно немножко запачкать. Что касается париков, свежевымытый парик, он считается как свежевыстиранная одежда, запрещено одевать в эти дни. Стрижка и бритье мы с вами говорили, что запрещено с 17-го томуза для ашкенадских евреев. Следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это стирка и глажение. Новую одежду не одевают, не гладят, мы с вами это уже упомянули, и не стирают одежду в эти 9 дней. С новой месяца ав в ашкенадских евреев вступает в силу запрет стирки и глажения одежды, даже если собираются ее одевать после 9-го ава. Сефарды не стирают только в ту неделю, когда приходится 9-ая ава. Химчистка приравнивается к стирке. Теперь стирать запрещено, даже если при этом не пользуются моющими средствами. замачивать разрешено. Парики, они, у них статус как у одежды, запрещено их тоже стирать, мыть. даже в том случае, если человек хочет, еврей хочет попросить нееврея или заказать у нееврея стирку и глажку, это запрещено. Если вдруг у человека не осталось чистой одежды, разрешено постирать, но только те вещи, которые на самом деле необходимы. Человек находится до периода, когда запрещено стирать, до 1-го ава, и он знает, что та одежда, которая у него есть, реально ему не хватит, она запачкается, и ему ее реально не хватит на эти 9 дней, нет обязанности, даже если он состоятельный человек, нет обязанности специально для этого покупать новые комплекты одежды, он может носить то, что у него есть, и когда она запачкается, ему будет разрешено стирать, он постирает. Поскольку детям до 5-6 лет, иногда позже даже, очень тяжело сохранить одежду чистой, поэтому для них разрешено стирать, в случае, когда это видно, что это детская одежда, ее можно развесить прилюдно. Если уже запускается машина, то хочется положить несколько вещей и взрослых туда это делать запрещено. Если нет разрешения стирать эту одежду, то заодно тоже ее постирать нельзя. Пятно, с которым неудобно выйти на люди, которое мешает, разрешено застирать, убрать. Человек, который в эти 9 дней собирается ехать в другое место, по некоторым мнениям, он должен взять с собой достаточное количество одежды, чтобы ему не пришлось стирать. Другие говорят, поскольку это сопряжено с тяжестью, с дополнительными неудобствами, разрешено взять столько, сколько обычно берут с собой в дорогу, и если там придется стирать, значит постирает. Стиральную машину желательно не запускать прямо перед самым наступлением новомесяца, чтобы она стирала потом во время уже месяца ав. Хотя развешивать белье, которое было постирано до начала месяца ав, разрешено. Чистить, отпили, почистить, отпили, пиджак, брюки, шляпу, пальто, плащ и так далее, разрешено. обувь чистить разрешено в канун субботы. Есть еще несколько законов, которые касаются периода с новомесяча и до 9 авгу. Мы продолжим их в следующей беседе, и там же поговорим о специальных законах 9 и 10 авгу. Спасибо большое за внимание. Я еще раз желаю, чтобы нам эти законы уже в этом году были неактуальны, чтобы эти дни превратились в дни веселья, радости, в праздники. Всего хорошего. субтитры ... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...